Отвечу на некоторые вопросы. Буду ли я продолжать снимать ролики, которые сейчас выкладываю на YouTube? Да, буду. И с прошлого года еще отснятое видео, у них все выложено. И сейчас продолжаем снимать. Тем более в телефонном разговоре с Алексеем Алексеевичем Кадочниковым я получил добру на это дело. Алексей Алексеевич сказал, снимай, продолжай снимать, делай, продолжай делать. Поэтому будет, пока еще будет. Можно ли научиться по видео? Нет, по видео научиться нельзя. Видео это как подспорило лечения. То есть к любому учебнику должен быть прикрепленным структур. Занимаясь в какой-то группе, приобретая какие-то знания, опыты, навыки, пользуясь литературой, статьями и сторонними видео, но вы пользуетесь как дополнительными материалами в своем обучении. Меня сейчас немножко радует то, что некоторые инструктора в разговоре со мной говорят, что некоторые моменты, те, которые дают я, они взяли у себя на вооружение и будут применять в своих группах. Говорят, вот мы по видео делаем, вроде все понятно, но не все получается. Опять же скажу, что все нюансы видео не передает, должна быть живая работа, работать с инструктором. Уже обрасти ошибками можно, не все можно увидеть, не все в видео можно показать. То есть повторюсь, видео это как подспорье. Такой вопрос, вот сегодня получается, завтра не получается. На одной и той тренировке все хорошо, на другой тренировке все плохо. Алексей Алексеевич на каких-то своих семинарах рисовал такую диаграмму, там такая синусоида, что на одних занятиях мы где-то в пике находимся, на каких-то последующих занятиях можем находиться где-то внизу. Это нормальное явление. Бояться его не надо, через это все проходили. Проходили, кто занимался, и у меня такое было. С одной тренировки идешь, душа поет и радуется, и все получается. На другую тренировку приходишь, как будто с нуля все началось. Я это называю в своей группе синусоида, потому что на графике она в виде сломанной синусоиды и показана. Это нормально. В каком возрасте можно заниматься, начинать заниматься, продолжать заниматься системой кадочникова? Это тоже есть ответ самого Алексея Алексеевича Кадочникова. Он говорит, заниматься можно в любом возрасте, при любом состоянии здоровья. Единственное, я, наверное, все-таки детям рановато, взрослые не всегда все понимают, объяснить ребенку, донести эту механику. Наверное, все-таки надо с момента, когда ребенок учится в школе, начинает язык, изучать. Это мое мнение. Верхнего возрастного ценза нету, состояния здоровья. Алексей Алексеевич, как говорит, мы приветствуем, когда к нам люди приходят после инфаркта, люди приходят после операции, больные с какими-то вещами. Делают личные движения, экономят себя. Делают сразу ту работу, так, как ее надо делать. От себя скажу, что я занимался с ребятами, занимался с человеком, у которого не было руки по локоть. На одном из семинаров встречался с человеком, который занимается, приезжал на семинар, у него не было найти. То есть, ну и человек в данной ситуации, наше состояние здоровья не повлияет на то, что какой-то гопник на улице не попытается нас ограбить или что-то с нами делать. Справку от врача никто не спросит. Нам придется работать в том состоянии, в котором нас застали, я имею в виду физическое состояние наше. Это может быть и усталость, это может быть и приобретенная травма, это может быть какое-то увечие, это мы после операции. То есть, состояние может быть любое. А выживать в данной ситуации придется решать вопросы. Спрашивают еще по физике, какие упражнения физические лично я делаю для себя. По физике я, наверное, сниму отдельное видео, поэтому сейчас это все не расскажешь, чтобы не отнимать времени, требует отдельного времени. Также спрашивали у меня еще, как я отношусь к другим единоборствам, мое отношение, какие хорошие, какие плохие. Какие единоборства, где работают, где не работают. Эта тема тоже отдельная, наверное, сниму отдельное видео. Ну, пока все, спасибо.